В этот день, 9 апреля 1699 года, Петр I сдал указ о наблюдении чистоты в Москве, а слушников и грязнули рецидивистов документ предписывал наказывать. Кто станет по большим улицам и переулкам, всякий помет и мертвичину бросать, такие люди взяты будут в земский приказ и будет им за это ученено наказание – битье кнутом. В этот же день 1762 года по распоряжению внука Петра I Петра III заводам было запрещено покупать себе крепостных крестьян, но заводчики будут всячески обходить этот закон. 9 апреля 1905 года по новому стилю Николай Римский-Корсков поставил оперу «Кощей бессмертный». Все деньги со сбора он обещал направить в помощь жертвам «Кровавого воскресенья», манифестации, которая закончилась расстрелом. Неожиданно спектакль превратился в политическую акцию. Полиция показ запретила. В этот день 1917 года лидеры партии большевиков покинули Швейцарию, направившись в Россию. Несмотря на хаос в стране, февральскую революцию, отречение царя, разброты шатания во временном правительстве, положение на фронтах в 1917 году для России было вполне стабильным. Британский военный атташе Нокс писал «Если бы не развал национального единства в тылу, русская армия могла увенчать себя новой славой в кампании 1917 года. Более того, на апрель страны Антанты планировали всеобщее военное наступление». Нужно добавить, что в Петрограде во время февральской революции не было как будто ни одного члена ЦК РСДРП. Все они находились либо в ссылке, либо в эмиграции, а Ленин в январе 1917 года, выступая перед швейцарскими социалистами, прогнозировал «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции, но я могу, думается, мне высказать с большую уверенностью надежду, что молодежь будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской революции». И вот далее произошло нечто, что удивительно быстрым образом развернуло ход истории. Немцами была предпринята спецоперация, попавшая в исторические аналы под названием «Пломбированный вагон». Начальник штаба Восточного фронта немецкий генерал Гокман вспоминал «Разложение, внесенное в русскую армию революции, мы, естественно, стремились усилить средствами пропаганды». В тылу кому-то, поддерживавшему отношения с жившими в Швейцарии ссылки русскими, пришла в голову мысль использовать некоторых из этих русских, чтобы еще скорее уничтожить дух русской армии и отравить ее ядом. Сама идея принадлежала, судьба всему, Александру Парвусу, марксисту, доктору философии, бизнесмену, в определенном смысле авантюристу. В свое время он был исключен из партии по жалобе Горького. Еще будучи его литературным агентом, в 1903 году он присвоил деньги от сборов успешно прошедшей в Берлине пьесы «На дни». Идея была доставить по железной дороге в пломбированном вагоне наиболее радикальных революционеров-мигрантов из Швейцарии, через Германию, но затем уже пароходом в Швецию и далее в Финляндию, бывшей тогда частью Российской империи. Идея была поддержана немедленно и на уровне тогдашнего канцлера Германии Бетман Гольдебер. В случае, если Швеция не разрешала проезда группы товарищей, немецким генштабом был разработан даже план переправки поезда по фронтовой территории. Но этого не понадобилось, так как Швеция согласилась. Для обеспечения безопасности большевикам в провожатые были даны два офицера германского генштаба – фон Планец и фон Буринг. Ленин пытался скрыть отъезд из Цюриха, однако это не удалось. И на вокзале революционеров провожала толпа соотечественников, обвинявших отряжающих в национальном предательстве. В ответ вагонные пассажиры пели «Интернационал» и «Марсельезу». Как бы то ни было, но в 15 часов 10 минут три десятка русских эмигрантов с Цюрихского вокзала тронулись навстречу своей судьбе и судьбе России. Острослов Черчилль впоследствии заметит, что Ленин был ввезен в пломбированном вагоне в Россию, как чумная бацилла. Ленин же очень быстро и энергично взялся за работу. Воюющие полки, благодаря большевикам, были распропагандированы. В тылу началось поражение. Был ли Владимир Ильич немецким шпионом? Конечно, нет. Он использовал ситуацию в своих интересах. Он технично готовил почву в стране к приходу к власти большевиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова